И мы переходим к более интересной, еще более интересной вещи, чем розыгрыш призов. Это, собственно говоря, второй доклад. Мне очень приятно представить Алекса Бажанова. Алекс это CTO и ко-фаундер в компании Confirmation Labs. Это американская компания или она белорусская? Да, и как несложно догадаться, по теме доклада она занимается технологиями на блокчейн. Поэтому, собственно говоря, давайте поаплодируем Александру и вперед. Спасибо большое, Ваня. В общем, да, как Ваня сказал, что я работаю в компании Confirmation Labs. И хочу вам рассказать сегодня, как мы работаем с данными с блокчейна. И для начала хотел бы сделать такую небольшую вводную про environment, в котором мы работаем, про нашу сферу, про блокчейн в частности, чтобы потом перейти к второй части, где я расскажу, какими технологиями мы собираемся и какими технологиями мы сейчас обрабатываем наши данные, которые мы показываем нашим пользователям. В общем, сначала хочу развеять такой миф о блокчейне, что это только криптовалюты, махинации, трейдинг, спекуляции и все такое. На самом деле, в частности, в Америке, в Европе есть много проектов, которые не занимаются ICO, у которых нету токенов, может быть, не у всех из них, но у многих нету токенов своих, и они просто делают продукт, который будет приносить пользу пользователям. Некоторые продукты уже вышли в mainnet, ну, в production, и уже приносят пользу. И большая часть этих продуктов, она лежит в сфере decentralized finance. Это имеется в виду, что финансовые инструменты, которые построены таким образом, что ни одна компания не владеет ими полностью, не контролирует их работу, и они работают на блокчейне. В частности, почему они являются дезинентрализованными. Вот. И давайте посмотрим, что сейчас у нас есть в этой сфере, как бы, и куда это все движется. Вот. Конечно, все начинается с криптовалют, потому что без денег, да, нету и финансов. И, собственно, что у нас сейчас есть интересного. То есть, как все знают, что биткоин, эфириум, другие криптовалюты, они в основном очень волатильные, и из-за этого с ними сложно работать, как бы, и сложно делать то, что можно сейчас делать с фиатными валютами, такими, как доллар и евро. Вот. И поэтому некоторые ребята, они делают токены, которые привязаны к курсу доллара, вот, и с которыми можно уже делать разные инструменты, которые не подвержены волатильности. Например, это DAI, MakerDAO, компания, которая выпускает токен, который с помощью смарт-контрактов привязан к курсу доллара. Tether USD. Вот. Затем у нас есть класс проектов, которые занимаются под сферой asset management. То есть, позволяют пользователям управлять своими сбережениями, своими финансами. Получается, тут у нас есть проект Mellonport, который позволяет нам создать инвестиционный фонд, работающий только на смарт-контрактах, без какого-то central authority. Например, еще есть set-протокол, который позволяет комбинировать различные токены в один и позволяет таким образом удобнее управлять вашими asset-ами. Ну, естественно, что, скорее всего, эти будут пользоваться большие фонды, а не пользователи, конечно, их из лица. Но, тем не менее, это тоже интересные вещи для меня в частности и для других людей в сфере. Дальше у нас идет куда же без трейдинга и куда же без спекуляций. У нас есть класс проектов, которые занимаются построением бирж или других инструментов, которые позволяют обменивать одну криптовалюту на другую. По большому счету, все криптовалюты, с которыми сейчас мы будем иметь дело, это токены на блокчейне эфириума. Почему? Потому что эфириум сейчас, по сути, единственный блокчейн, который сейчас используется более-менее повсеместно, и в котором можно делать смарт-контракты, то есть писать какие-то программы, которые будут управлять другими сущностями в этом блокчейне. И с помощью этого можно построить много разных вещей, в частности биржи, которые не имеют какого-то центрального звена, а работают тоже на смарт-контрактах на эфириуме. И получается, что пользователи не передают во владение свои валюты, свои эссеты. Этим биржам они хранят их на своем кошельке, и только в момент обмена эти токены передавляются напрямую к контрпатии, которые я купила токены. То есть получается, что это типа такой wallet-to-wallet trading. Что еще у нас есть? Есть небольшой класс проектов, которые занимаются страхованием на блокчейне. Они только зарождаются сейчас. Например, S-Risk — это проект, на самом деле его делают ребята из Беларуси тоже. Ну и в частности, чем занимается наша компания? Мы занимаемся кредитованием на блокчейне. И собственно на этой картинке изображена там в виде значка блокборд. И вместе с нами еще есть несколько компаний, такие как Compound. Это по сути банк на блокчейне, который позволяет пользователям вкладывать деньги в этот банк, получать проценты. И брать кредиты тоже под процент. Это все с помощью смарт-контракта. И Дарма протокол, например, это с помощью… Это протокол, который позволяет разным участникам кредитовать один от одного. И собственно вот блокборд — это и является реализацией протокола Дарма сейчас. Ну и давайте я перейду немножко к нашим продуктам, чтобы понять, с какими проблемами сталкиваемся, какие общиновармы, какие сущности, какие у нас пользователи, сколько данных и все такое. Получается, что у нас… Я уже рассказывал про блокборд. Это платформа, которая позволяет пользователям брать в кредит токены на фиуме и давать другим пользователям токены в кредит под какой-то процент. И получается, что люди, когда они… Когда пользователь А придет деньги пользователю Б, то между ними нет никаких посредников. Нет никакого центрального банка, который берет комиссию, которую он сам назначает. То есть нет какой-то партии, которая диктует какие-то условия. И процентная ставка, она формируется рыночно. И собственно есть еще второй проект у нашей компании «Лонскен». Это платформа для аналитики кредитов на блокчейне. И не только на протоколе Дарма, а на других протоколах. И собственно вот про юзкейс Лонскена сейчас и будет идти речь. И по сути вот эти продукты, они очень новые, их недавно запустили мы. То есть Лонскен, мы его начали делать в февраля. Через где-то месяц-полтора мы вышли в продакшн, сделали первую версию MVP. И блокборд мы начали делать с марта этого года. И по сути Лонскен из MVP не так уж далеко и вырос. И сейчас там не так много данных. Если посмотреть, там порядка 100 транзакций в день. То есть нагрузки сейчас нету по сути. Однако, как вся эта сфера, она только сейчас начинает зарождаться. И побольше там, по большому счету, это тестовые транзакции. И сейчас такая задача стоит перед нами, чтобы из этого MVP сделать что-то, что может держать нагрузку еще несколько лет без больших переделок. И я вот как раз таки расскажу, как можно построить систему, которая, я думаю, что будет держать нагрузку. Хотя даже на самом деле не знаем, какая будет нагрузка через пару лет. Потому что насколько быстро все сейчас развивается в блокчейне. Нельзя предсказать, сколько будет пользователей через год, через два. И, собственно, будет речь, как нам собирать информацию из блокчейна о финансовых протоколах, как ее хранить, как агрегировать, обрабатывать и выводить пользователям различные метрики. Вот. И, собственно, для того, чтобы пользователи себя чувствовали комфортно на нашей платформе, эта платформа должна обладать некоторыми свойствами. Она должна выдавать запросы в реальном времени, она должна быть масштабируемой, и она должна быть отказоустойчивой. Вот. И мы должны иметь возможность обслуживать не только запросы, которые у нас сейчас есть, там, графики, там, например, график по объему всех протоколов, там, за текущий день, по объему, там, в каком-нибудь эквиваленте, типа, долларов, да, но также произвольные запросы, вот, потому что мы не знаем, что понадобится, там, через год, какие будут протоколы через год. И мы хотим иметь возможность обрабатывать, там, произвольную информацию финансовую в будущем. Вот. Не переписывая при этом нашу платформу. Вот. И сейчас хочу рассказать вообще про эфириум, потому что, как вы видите, эфириум, он сейчас является, наверное, ну, почти единственным протоколом низкого уровня, на котором строится все остальное, что сейчас есть на рынке. Ну, почти все. Сейчас, надо сказать, что есть еще другой блокчейн, который называется EOS. Он, получается, позволяет нам делать больше транзакций, там, в секунду, чем эфириум, однако там есть у него другие особенности, которые вряд ли позволят многим финансовым протоколам использовать EOS. Вот. И поэтому, ну, мы считаем, и считают, как многие игроки в этой сфере, что эфириум является хорошей базой для финансовых протоколов, в частности. Вот. И поэтому у нас сейчас пойдет речь именно про эфир, а не про другие блокчейны. Вот. И, надо сказать, что в будущем появятся и другие блокчейны, другие игроки, которые тоже будут хорошей платформой для финансовых протоколов. Поэтому наша система должна поддерживать еще XNOS ability в плане других блокчейнов. Но про это я чуть позже расскажу. Вот. Ну и давайте тогда перейдем к самому эфириуму. Я сделал такую небольшую вводную про него, чтобы понимать, с чем мы работаем. Вот. Эфириум — это, кстати, еще один блокчейн. Похоже на биткоин, только с несколькими отличиями, да. Вот. А что такое блокчейн вообще? То есть не знаю, сколько людей с этим знакомы, поэтому просто расскажу вкратце. Получается, что блокчейн — это база данных распределенная. Однако, помимо этого, она позволяет различным лицам, которые не связаны друг с другом никак, записывать в эту базу. И, по сути, до блокчейна не было такой базы в мире, которая позволяла разным пользователям, там, из разных компаний, из разных стран, записывать в эту базу таким образом, чтобы не было никакого администратора или другой central authority, которая контролировала бы эту запись, вот. И цензурировала, возможно, да. И блокчейн позволяет так сделать. Он, как бы, сейчас и является таким местом, где любой пользователь из всего мира может туда записать какие-то данные. И, по сути, на практике сейчас никто не может удалить данные, если они попали в блокчейн. Вот. Это вот одно, наверное, из самых интересных свойств. И, по сути, это и является интересным свойством для финансов, потому что сейчас, ну, не знаю, сколько эта проблема широкая, да. Однако, например, если вы, там, являетесь, там, Сноуденом, грубо говоря, да, который владеет, там, Викиликс, да, то, если у вас есть счет в банке, то ваш банковский счет может быть заморожен, например, властями штатов, вот. А в блокчейне, ну, сейчас неизвестно никакого способа заморозить ваши средства, вот. Ну, без физического доступа к вашему, ну, к вам, в частности. Вот. Это немного про блокчейн, вот. И он состоит из, ну, по сути, структуры базы данных этого, этой системы. Это набор блоков, блоков данных, в которых хранится набор транзакций. Транзакции – это, по сути, атомарное какое-то изменение в состоянии глобальной системы блокчейна. Вот. И, собственно, блоки формируются с помощью специальных пользователей, которые называются майнеры, вот. И они, по сути, предоставляют в, как гуркуля, в кредит, можно так сказать, свои, ну, в случае эфириума, это мощности своего компьютера в обмен за заграждения, которые они могут получить, если им повезет, вот. И, по сути, сейчас, чем больше, чем более мощный ваш компьютер или, там, ваша майнинговая ферма, тем больше вероятность того, что в следующем блок сманится именно вами, вот. А если вы являетесь майнером блока, то в начале блока вам имитируется какое-то количество вознаграждения криптовалюты, которая живет в этом блокчейне. Вот, в частности, про эфириум, если говорить, то в нем есть криптовалюта, которая называется эфир, вот. И каждому майнеру в начале блока из ниоткуда выписывается некоторое фиксированное вознаграждение. И, собственно, ради этого майнеры и работают, чтобы получить деньги. Вот. Сейчас это работает так, однако в будущем эфир планирует перейти на механизм proof of stake, это значит, что вместо того, чтобы тратить деньги на майнинговые фермы, которые зарабатывают деньги майни блокчейн эфириума, да, люди будут напрямую свои собережения, ну, в эфире вкладывать там на специальный счет, который замораживает ваши средства. И, по сути, когда у вас есть деньги в этом счету, то есть вероятность, что вам выпадет право валидировать, формировать новый блок. Вот. Вот такая концепция. И давайте тогда расскажу, вот зачем, как бы, почему вообще эфир сейчас очень популярный, и, как бы, сейчас биткоин уже не так часто мы где можем услышать, да, а вот эфириум, как бы, он на слуху, вот, потому что он позволяет в свой, в свою базу данных загружать произвольный исходный код, ну, не исходный, а произвольный байт-код, который может выполняться, по сути, децентрализованно, то есть нет никакого-то единого сервера или там дата-центра, которым владеет администратор, в котором выполняется этот код, то есть будучи загрушенным в сеть блокчейна, да, этот код, он исполнится независимо от желания какого-либо одного лица. Вот. И это позволяет тоже делать многие программы, которые раньше нельзя было реализовать. В частности, вот, как я уже рассматривал, например, мы можем сделать банк, который будет полностью независимым от, там, управления, там не будет никакого, там, комитета или, там, набора людей, которые владеют средствами в банке, им будет владеть смарт-контракт, который будет управлять ими по строго заложенной программе, вот. Или же на примере проекта Melonport, просто что маленький шрифт, да, но вот есть проект Melonport, который позволяет вам обсуждать инвестиционный фонд в криптовалютах, и управляться этот фонд будет с помощью голосования Shareholders этого фонда. И, ну, голоса будут, не будет считывать, там, не какая-нибудь там, ну, комиссия или что-нибудь еще, а смарт-контракт. И, как бы, его уже нельзя никак будет подкупить или обмануть, вот. Собственно. Вот. И получается, что в блокчине эфириума у нас есть два типа аккаунтов, это аккаунты пользователей и аккаунты смарт-контрактов. И, как бы, аккаунт, по сути, это адрес, ну, он представляется адресом. И адреса контрактов, они ничем не отличимы, с первого взгляда, от адресов пользователей. Вот. Поэтому, ну, когда мы работаем с эфириумом, мы не знаем, кому мы посылаем там транзакцию. Это или еще один человек, у которого тоже есть приватный ключ, позволяющий ему управлять своим аккаунтом. Или же это смарт-контракт, который управляет своим аккаунтом с помощью байт-кодов, который в нем заложен. Вот. И, как я говорил, что любой человек в мире, знающий там язык программирования для эфириума, да, и имеющий интернет, он может создать аппликейшн, вот. И, по сути, даже тот человек, если он заранее не запрограммирует контракт так, чтобы он мог им управлять, он не может им управлять просто из деплоймента. То есть все взаимодействия с этим контрактом, они будут пройдить в точности так, как было запрограммировано изначально до оплода этого контракта в сети эфириума. Вот. И когда вот мы говорим об обработке данных со смарт-контрактов, да, то нужно понимать, что в эфириуме есть два разных понятия. Два разных, ну, для разных области памяти, так скажем. Первое – это история. История – это просто набор блоков, набор транзакций, вот. И стейт. По сути, стейт – это, грубо говоря, отображение всех… это когда мы берем все транзакции из блокчейна и их применяем, их исполняем, ну, в плане, что запускаем бейт-код, который в них хранится, вот. И эти смарт-контракты, они имеют доступ к некоторой области памяти, вот. И состояние этой памяти после аппликейшена всех транзакций и называется стейтом. То есть можно сказать, что это похоже на такой ивент-сорсинг, если вы позволите. То есть у нас есть набор ивентов, вот, и мы можем их заэксекютить и получить какой-то агрегат. И просто это можно назвать как стейт в нашем, ну, в случае эфириума. Вот. И в стейте хранится, в первую очередь, это баланс каждого аккаунта, ну, баланс его криптовалюты. Дальше, ну, он всегда такая техническая вещь, но самое главное, что если этот текущий адрес является смарт-контрактом, то в этом стейте хранится его бейт-код и область памяти, которая принадлежит этому контракту. Вот. И получается, ну, есть такое ограничение глобальное сейчас в текущей имплементации эфириума, что все пользователи, которые подключены к сети эфириума, они обязаны обработать все транзакции, которые происходят по всему миру в сети эфириума. По крайней мере, все полные ноды. Имеется в виду, что если вот у вас есть, ну, интерес и вы хотите что-нибудь сделать с эфириумом, да, вы можете поступить там двумя путями. Или выбрать какого-нибудь посредника, у которого будет исполняться полный клиент эфириума, да, и доверять ему отправку своих транзакций в сеть, и тем самым избавляя себя от необходимости исполнять код, исполнять бейт-код всех смарт-контрактов, да, у себя на компьютере. Или же более такой трушный способ, который исключает посредников, это запустить полную ноду эфириума, которая скачает, ну, по крайней мере, какую-то часть последней, последнюю там, там, x блоков, последний там кусок истории, и скачает state, который был до этого куска блоков, скачает его у других нод, и получается будет у себя хранить весь state, вот. И такой способ, он не требует посредников, да, и никто не сможет вам там помешать отправить в вашу транзакцию, однако он требует на вашем компьютере или в другом устройстве области памяти, в которой может поместиться весь state всего блокчейна эфириума. Вот как бы сейчас это там, если вы так сделаете, то это нужно где-то около 100 гигабайт дискового пространства, чтобы исполнять full node даже без хранения всей истории блокчейна. Вот. И более того, требуется SSD диск, потому что сейчас, ну, может быть, сейчас уже можно и на жестком диске, однако раньше жесткий диск просто не позволял с непротивной скоростью обрабатывать блоки. Вот. Сейчас немножко быстрее пойду, потому что там осталось 20 минут, вот. И получается, для того, чтобы исполнить транзакцию, исполнить, точнее, байт-код в смарт-контракте, вам нужно послать некоторую транзакцию на адрес смарт-контракта. Вот. И байт-код, он может делать, по сути, три вещи. Или посылать какое-то количество криптовалюты эфириума со своего аккаунта на другие аккаунты, читать, писать в свой локальный сторож и также вызывать другие контракты. Вот. Ну, и есть такая проблема, что если мы, например, загрузим в блокчейн эфириума программу, которая будет исполняться в бесконечном цикле, да, то мы просто задудосим всех, кто участвует в этой системе. Поэтому в эфириуме есть такое понятие, как газ, и это, грубо говоря, плата за каждый, там, каждый шаг вычислений, которые происходят во время исполнения транзакции. Вот. И платит за него, за экзепьюшн платит отправитель транзакции, а не создатель смарт-контракта. Вот. И получается, что, ну, есть такая штука, что операции со сторожем, они гораздо более затратны, чем вычисления, потому что однажды записав сторож, какое-то значение, оно, по сути, остается там навсегда. Конечно, вы можете там удалить это значение, но если промотать историю назад, то его можно восстановить будет, ну, как бы сейчас, через сто лет, если там эфириум будет сто лет исполняться. Вот. И, по сути, я вот, ну, немного каких-то данных хотел бы привести вам, что из себя представляет эфириум, да, то есть первый блок, точнее, нулевой блок, он был запущен три года назад, 30 июля 2015 года. Вот. И сейчас у нас получается блок номер 6 миллионов 404 тысячи 345, вот. И получается, что average, среднее время между блоками около 13 секунд у нас на данный момент. Вот. То есть получается, что быстрее, чем 13 секунд, мы не можем, то есть у нас между двумя транзакциями, грубо говоря, если там вы сделаете одну транзакцию, потом подождаете ее выполнение и пошлете другую, то между ними не может быть меньше, чем вот время между двумя блоками. И это тоже, как бы, лимитирует юзкейсы, которые можно делать на эфириуме. Вот. И при обработке данных с эфириумом, собственно, вот ради чего я и хотел рассказать, что есть такая проблема, которая, как бы, ее нельзя полностью решить, и ее надо держать всегда в уме при работе с сетью эфириума, что состояние, да, оно, получается, определяется всеми блоками в цепочке на данный момент. Однако, ну, цепочка формируется майнерами, вот. И если два майнера сформируют блок в одно и то же время на разных концах земли, то, по сути, у некоторых нод будет одно состояние, у других нод будет другое состояние в какой-то там промежуток времени. Конечно, в итоге этот стейт, он сойдется в один, да, то есть это, получается, система, она, если говорить терминами, терминами каптиарема, это eventual consistency система. Вот. И получается, что как разработчику приложения поверх системы эфириума, нужно понимать, что если нам пришел блок, то он может через некоторое время, как мы видим, уйти из текущей цепочки, да, то есть если у нас нода ваша встретила, например, два, ну, типа, две ветки блокчейна, да, то есть, например, с одной ноды нам пришла зеленая цепочка, а потом через какое-то время приходит за другой нодой цепочка, у которой на конце два блока отличаются, да, то нода выбирает цепочку, у которой больше всего, так скажем, computational weight, вот, ну, для простоты, как бы я скажу, что это просто у кого цепочка содержит больше блоков, ну, у кого цепочка, грубо говоря, длиннее, вот, но это не совсем так, там есть более сложный алгоритм в случае эфириума, да, но это не так важно сейчас, вот, то есть все-таки эти различия в цепочках в ней все-таки решаются в итоге, однако, ну, мы должны понимать, что состояние, оно все-таки может в блокчейне поменяться, если оно там только недавно было записано, вот, и что это для нас значит, да, там есть такая цитата Говена Вуда, это один из создателей эфириума, что потому, ну, я так переведу, что из-за того, что блоки, они ходят по сети с какого-то задержкой, да, то всегда есть какая-то нода в мире, которая сейчас видит одно состояние, грубо говоря, да, а через какое-то время получить от другого майнера другой блок, вот, и поэтому у нее пройдет некоторый форк, так скажем, то есть разветвление, и такое явление называется, ну, если по-русски переводить, то эфемерным разветвлением, ну, эфемерным форкинг, вот, и вот его нужно учитывать при разработке приложения, и мы сейчас посмотрим, как его можно митигировать, вот, первая опция, это мы можем просто принимать все блоки, которые к нам пришли, и если все-таки произошел форк, и некоторый блок, он ушел там в другую цепочку, которая менее длинная, так скажем, да, то мы просто это сканируем, понимаем, что это произошло, и меняем наше состояние, ну, грубо говоря, на юзер-интерфейсе, да, вот, и большинство приложений, которые работают без сервера, а вместо сервера используют smart contract на эфирме, это называется decentralized applications, они именно так и работают, что они просто, ну, юзерам своим могут показывать какой-то стейт, который через какое-то время отревертится, вот, и это не всегда допустимо, это зависит от юзкейса, можем ли мы такое себе позволить, вот, например, если мы делаем комминс-криптобиржу, да, которая принимает деньги от пользователей, то это недопустимо, иначе мы нам, как юзер, может послать туда деньги, биржа, она зачисляет деньги на этот аккаунт, вот, и пользователь может поменять эти деньги на другие, и получается, что вот у юзера уже, получается, есть другая валюта, он ее вывел на свой другой кошелек, и, как бы, биржа уже не владеет этими деньгами, да, и получается, что через какое-то время может произойти откат цепочки, вот, и эти деньги, которые изначально перевел юзер, они уже, грубо говоря, откатятся, и биржа, как бы, она потеряет деньги в таком случае, и поэтому сейчас биржи, они ждут какое-то количество блоков для того, чтобы убедиться, что форка, ну, не то, чтобы не, вообще не произойдет, а он будет не такой вероятный, потому что чем у нас дальше наша транзакция от конца цепи, да, тем меньше вероятность того, что эта транзакция будет отриверчена, вот, ну, это из-за того, что, получается, что чем больше длиннее у нас цепь, тем больше нам требуется мощности, чтобы построить такую же длинную цепь, которая перекроет изначальную цепь, вот, и поэтому вероятность того, что транзакция будет отриверчена, она уменьшается экспоненциально от глубины блоков, в котором находится транзакция, так скажем, вот, и, как я вот говорил, что большинство централизованных бирж, они делают именно вот так, они просто ждут и не позволяют вам пользоваться вашими средствами, пока не пройдет какой-то период, например, там, ну, в слезе, эфириума, там, рекомендуют, там, около 20 блоков ждать, потому что считается, что там уже, там, 4-5 девяток вероятности того, что все будет окей, вот, а также есть еще гибридный подход, да, и, ну, в некоторых, например, юзкейсах, да, например, для аналитики мы не можем, ну, в некоторых кейсах мы можем позволить, там, юзеру ждать, юзеру ждать, там, 10 минут, 20 минут, чтобы увидеть данные, поэтому на наших сервисах мы используем подход, что после того, как транзакция попала к нам, мы показываем, что эта транзакция, она может какой-то вероятностью отривертиться, и такой есть ворник, ну, сейчас его нету, но он будет, вот, что эта транзакция, она неточная, вот, и только после какого-то количества блоков мы убираем этот ворник и говорим пользователю, что эти данные, они уже достоверны, и что на них можно, грубо говоря, там делать ставку, вот, и, по сути, теперь мы рассмотрим, типа, какие свойства системы нам требуется, чтобы наши пользователи были, грубо говоря, довольны, и, там, они не, ну, да, короче, вот, и первое свойство, которое важно, что блокчейн, по сути, является системой с семантикой, как ли уанс, то есть каждая транзакция, она применяется к стейту только один раз, и, по сути, наша система, она кэширует данные с блокчейна для того, чтобы можно было быстро обрабатывать аналитические запросы по ним, и чтобы данные были одинаковы, нам нужно их процессить, ну, транзакция процессить именно один раз, вот, нам нужно сохранять строгий порядок, потому что иначе там транзакции не могут друг друга противоречить, если порядок не будет сохранен, как я уже упоминал, что чейн-йорк, это когда у нас наши цепочки откидываются, да, они, это кейс должен быть захендлен как-то, митигирован, вот, это должно быть scalable, reliable solution, потому что сейчас он как бы эфир, он, у него там блок-тайм 15 секунд, однако будут другие блокчейны, другие протоколы, и там уже блок-тайм может быть гораздо меньше, и мы не знаем, сколько там будет доходить, какой там будет срубут, поэтому нам нужно на будущее предугадать, вот, real-time queries, responses, желательное требование, вот, и support of various analytic queries for new features, and extensibility, расширяемость по новым протоколам и блокчейнам, вот, ну и по сути, наверное, самое сложное, это захендлить exactly once семантику, потому что, как вот говорил один человек, что в определенных системах есть два, две проблемы, номер два это exactly once delivery, первая проблема это guarantee of ordered and messages, и еще раз второе exactly once delivery, вот, ну и первая, как бы, система, которая пришла мне в голову, это Apache Flink, это такой массивный фреймворк, построенный на экосистеме Java и Apache, вот, который нам позволяет все сделать, что нам надо, да, однако, все-таки мы решили от него отказаться, потому что, все-таки, это уровень стрелять из пушки по воробьям, у нас, как бы, сейчас не так много данных, чтобы этот Apache Flink был необходим, и он требует очень, ну, как бы, большого опыта, работы с ним, потому что там требуется двоб, чтобы запустить Apache Flink на многих кластерах, вот, и по сути, там единственная платформа, на которой мы можем писать наше приложение, это Java, потому что Apache Flink только может жарники раноть, я уже не успею все рассказать про него, я оставлю, как бы, это уже на усмотрение ваше, вот, и просто расскажу, к чему мы пришли в итоге, вот, в итоге мы пришли к тому, что мы хотим все-таки разделить разные компоненты нашей системы по разным солюшенам, да, то есть не использовать чисто Apache Flink. Разделились там на три компонента. Первый – это некоторый компонент, который будет поставлять данные с блокчейна. Второй – это компонент, который данные с блокчейна будут обрабатывать и складывать в базу данных одна, и также управлять в другие сервисы. И система обработки аналитических запросов. По сути, первый компонент сейчас, на самом деле, конечно, его мало есть реализаций, потому что это только недавно все, ну, сфера зародилась. Вот, и этот компонент будет сканировать все новые блоки и ивенты со смарт-контрактов, вот, и будет транслировать их и отдавать следующим компонентам. Вот, сейчас есть у нас там три, как бы, способы это сделать. Первый – это проект от компании Consensus, который является известной в блокчейн-сфере. Она там сделала Java Tool для импорта данных с блокчейна эфириума в Apache Kafka и в пост-запрос, вот, через пост-запрос. И также, хочу сказать, что, типа, это, конечно, можно юзать, однако этот проект только одним человеком разрабатывается, поэтому я не считаю, что он, как бы, reliable и там не так уж много строчек кода, чтобы его, как бы, ну, нельзя было сделать самим, да. Поэтому, ну, все-таки остановились на Custom Solution, поэтому, ну, это просто удобнее поддерживать, по крайней мере, да. И еще есть третий Solution, возможно, если кто-то знаком с Apache Kafka, то с помощью этой системы можно сделать некоторый компонент, который будет импортировать данные в эту систему, сохраняя при этом экзакливанс-семантику. Потому что, если мы используем Custom Solution, мы не можем гарантировать, что мы пощаем сообщение два раза, потому что во время обработки месседжа мы можем остановиться, там, система, там, например, компьютер выключится, да, и наш аппликачер запишет, например, данные в Kafka, однако он не запишет offset блокчейна, который он сканировал. Вот, однако, вот, как я, как бы, узнал, что с помощью Apache Kafka мы можем сделать коннектор, который будет иметь именно такую семантику. Второй компонент — это непонятная система, которая на данные, поставленные первым компонентом, обрабатывает и раскидывает по разным сервисам, в том числе в сервис аналитики. Вот, ну и для этого компонента, сейчас я нашел два кандидата, это RabbitMQ, который достаточно популярная система, вот, и Apache Kafka, про которую я уже упоминал, вот, и все-таки мы решили остановиться на втором варианте, потому что RabbitMQ, он, конечно, популярный, однако, ну, сейчас как-то уже его задавливает Apache Kafka, и, по сути, в экосистеме Big Data там, например, вот, различные фреймворки обработки данных, они работают именно с Apache Kafka, и с RabbitMQ уже не так много остается, как бы, сервисов, которые natively могут коннектироваться к RabbitMQ. Более того, что Apache Kafka, она гораздо больше масштабируется в связи со своей структурой, которая не хранит информацию о консюмерах сама в себе, да, а это позволяет просто больше обрабатывать с Рупута. Ну, про Apache Kafka тоже не буду сильно рассказывать, потому что это можно сделать на другом докладе, там достаточно много информации, которые можно рассказать, вот, но смысл в том, что мы, получается, что из наших коннекторов, там, например, из блокчейна, мы поставляем данные Apache Kafka, она уже, эти сообщения, она отдает разным компонентам, notification сервису, например, разным базам данных для OLTP, для OLAPA, ну и другие необходимые компоненты. Вот, и, собственно, давайте перейдем к компоненте, которая делает вычисление аналитических запросов. Вот, у нас для этой системы были вытянуты следующие требования. Мы хотим получать наши, ну, ответные вопросы в real-time, плюс-минус, она должна быть тоже scalable и reliable, потому что мы не знаем, сколько данных будет через год, поэтому, ну, то есть, может, там будут терабайты данных, и не все салюшины уже подойдут, нужно будет переписывать, мы не хотим. Вот самое важное, мы не хотим, как бы, быть залочены на каком-то вендоре, потому что, как бы, когда объем данных небольшой, то, как бы, стоимость, там, того же BigQuery от Google или, там, Amazon Redshift, она небольшая, однако, когда объем данных увеличивается, там, рост цены, он просто идет очень такой экспоненциальный, можно сказать, наверное, и, как бы, мы не хотим подсаживаться на иглу еще в самом начале. Возможно, мы к этому потом придем, однако сейчас хотелось бы избежать зависимости, которые нельзя поменять. Вот, и завершая там уже доклад, мы хотим иметь возможность легко разрывать систему и поддерживать ее. Ну, и самое такое интересное, что есть такая проблема, что данные о курсах в криптовалют, они не являются, как бы, универсальными на одной бирже, они одни на другой другие, поэтому, причем к тому, что нам нужно будет в будущем, возможно, перезаписывать некоторые данные в нашей системе, и не все системы LAP поддерживают изменения данных, поэтому, вот, это будет еще одним реквайрментом у нас. Кандидаты представлены на слайде, вот, самое простое это использовать Postgres и SQL, однако это база данных на, как бы, очень general purpose, поэтому, чтобы его адаптировать для больших LAP-запросов, там требуется отдельный человек, который в этом разбирается, поэтому мы решили посмотреть на другие кандидаты, вот, BigQuery, InfluxDB, Prometheus, ну, InfluxDB, это вообще связка, она очень такая экспериментальная, хотя интересная, но она нам не очень подходит, Influx, он не масштабируется без коммерческой подписки, то есть это vendor log, BigQuery тоже это vendor log, остается Android и Clickhouse от Яндекса, вот, кстати, это очень два разных, точнее, два очень одинаковых решения, просто они там построены по-разному, однако их свойства очень близки. Там есть статья в интернете создателя друида, одного из разработчиков, точнее, друида, который сравнивает эти две системы, еще третью и одну, вот, и, по сути, там есть некоторые различия в них, да, что друид, он более такой heavy machinery, более большой и сложной системой, потому что там у нас кластер друида, он содержит разные типы нод, например, да, и там он построен на Java-системах, на Apache, он зависит от HDFS, он, то есть там много зависимости тоже есть, поэтому выбрали Clickhouse как наиболее простое решение, которое в своем кластере имеет только одну, один тип ноды, это тоже open source проект, он написан в C++, она разрабатывается компанией Яндекс, она его использует в целях аналитики Яндекс.Метрики и там объем данных достаточно большой, вот. По сути, да, вот мы выбрали Clickhouse и сейчас с ним интегрируемся, и что самое интересное, что Clickhouse позволяет natively поглощать ивенты из Kafka, поэтому нам не требуется писать кастомный бридж между Kafka и Clickhouse, вот. Вот, и он имеет SQL-синтаксис, что крайне удобно для разработчиков, там не надо учить новые JSON-like query languages, вот. Собственно, да, давайте перейдем к нашим заключениям, что для того, чтобы выбрать систему, я рекомендую вам сделать все-таки хороший ресерч перед этим, потому что это решение, оно как бы может сэкономить вам большое количество денег в вашей компании, вот. Вот, и для вашего из-кейса там все-таки нужно найти какую-то золотую середину, которая не требовала бы больших затрат сейчас и в то же время позволяла вам работать достаточно длительное время без переделки всей системы, вот. И призываю вас пробовать новые вещи, такие как блокчейн, как всякие лоб-системы новые и, может быть, не совсем связанные с темой. Такой совет, что не забывать, что от работы нам нужны не только деньги, а еще и удовольствие, да, иначе. Как бы зачем работать, вот. Вот, всем спасибо за внимание, буду рад вашим вопросам. У меня случился race condition, поэтому я пойду налево. Саша, спасибо за доклад. Я хочу тебя немножко поправить, я хочу тебя немножко поправить, просто у Флинка есть Scala и Python API, это тоже надо учитывать, вот. А чтобы получить exactly once в Kafka, там есть такое понятие как транзакции, вот тоже надо учитывать это ввиду. Вопрос у меня такой, а почему для аналитики не рассматривали вертику? Если у вас append-only модель, то это вроде как номер один solution в мире, там есть sharding, кластер, атака луночный формат, то есть она вроде как идеально ложится на вашу из-кейс, почему нет? Да, ну это, во-первых, что нам нужно иметь возможность изменять наши данные из-за как раз-таки chain Reorga и из-за того, что курс валюты могут там, мы там испортим участвовать. Ну, одного поставщика будем дальше использовать, потому что другого поставщика. Во-вторых, что это, ну, это vendor lock на Hewlett-Packard, разве нет? Ну, окей, я понял. Если у вас есть апдейт и все, просто. Спасибо. Смотрите, мне опять дали микрофон. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Не так давно на сети Ethereum была атака, когда стоимость газа была в блок-транзакции, сколько стоимостью газа и другие транзакции пользователей не проходили. В вашем случае, для вашей компании, насколько это критично и, может, у вас есть решение для таких ситуаций? Ну, это, на самом деле, проблема не только нашей компании, это проблема всей экосистемы. На самом деле, сейчас сеть Ethereum можно атаковать, однако, я думаю, мало людей думает, что эфир будет единственным блокчейном, и в этом году, в следующем будут выходить другие блокчейны, которые уже будут решать эту проблему, и я думаю, что многие протоколы будут работать на двух блокчейнах, потому что блокчейн – это просто технология, которая является, типа, инфраструктурной, типа, как Amazon или Azure или Google Cloud Services, поэтому мы можем позволить себе потом смигрировать на другую блокчейн, если все-таки будет проблема не решена на эфириуме. Это все-таки проблема, я скажу, что это проблема, ну, наша компания, она затрагивает ее, но я думаю, что это другие люди должны решать, разработчики, в частности, эфириума. Вот, поэтому вот такой вот ответ. Вот, спасибо за вопрос. Слушай, а всякие стейбл коины не решают эту проблему? Там газ, ну, если коин стейбл, то и газ стейбл? Ну, на самом деле, не совсем, потому что стоимость газа, она не зависит от стоимости эфириума, к сожалению. Там есть другой механизм. Спасибо за доклад. Скажите, вот эту проблему этих 12 блоков, может, как-то по-другому решают в других отраслях, кроме заимствования? Есть ли у вас какая-то информация? В других отраслях? А можете привести пример? Ну, те, которые вы показали на слайдах вначале, то есть там платежные системы, ведь там тоже этот вопрос, наверное, возникает. Да, я вот и рассказывал, что, например, если у нас идет речь о биржах, то они решают одним из этих способов. Если идет речь о дапах, то они решают там первым способом, просто они на UI меняют данные. Из того, что я нашел в интернете, только эти способы и я нашел, поэтому то, что есть, то и рассказываю, собственно. Это просто все эти системы, они обратятся на протоколе эфириума, и эта проблема, она как бы в самом эфириуме, понимаете? То есть, если вы на нем работаете, значит, эта проблема у вас есть, и решить ее можно только этими способами, которые сейчас известны. Вот, собственно, по сути, такие вот дела сейчас обстоят. Спасибо, и еще один вопрос тогда, а как механизм заимствования, вот в данном случае, обеспечивается ответственность того, кто берет займы? Ведь вот по схеме немножко непонятно. То есть, да, вот если вы берете в кредит какую-то сумму, да, то, например, вот сейчас на платформе, чтобы сделать кредит, нужно положить некоторое количество залога, чтобы у вас было инициативация вернуть эти деньги. И это тебе операции, они атомарные, и они идут в одной транзакции. И если транзакция откатится, то, по сути, весь стейд откатится изначально в состоянии, как бы просто пользоваться, нужно будет смотреть, там, ну, при этом, первые 15 минут не откатится ли блокчейн. Если же это все-таки случится, то да. И нужно обратить еще раз, сделать транзакцию, вот. То есть, эта проблема, она митигирована тем, что она, возможно, на практике только в течение первых, там, грубо говоря, 15 минут, грубо говоря, 10 минут. Вот. Это позволяет решить, по крайней мере, митигировать каким-то образом. Вот. Всем привет. Хочу сказать спасибо за доклад. У меня такой возник вопрос. Возвращаясь к названию доклада, все-таки, как вы работаете из .NET Core с непосредственной сетью Ethereum. Какие библиотеки используете или почему отказались от тех же библиотек? Да, это очень хороший вопрос. Я прошу прощения, что в рамках доклада я там хоть написал, что мы работаем из .NET Core, однако я ни разу его не упомянул. Вот. И, по сути, да, там есть библиотека, которая поддерживается тоже компанией Consensus, называется она Nessarium, типа от слова .NET плюс Nessarium. Вот. И она позволяет подключиться к любой ноте по стандартному API, называется JSON-RPC, Ethereum JSON-RPC. И эти библиотеки, на самом деле, есть на многих языках, на всех, наверное, почти языках, которые сейчас популярны. И, по сути, как бы вам, ну, не так важно, на чем писать обработчики Ethereum, да, то есть, как бы, зависит скорее от того, какая у вас в компании есть экспертиза. И, как бы, у нас была экспертиза на .NET Core, вот, мы и сделали, потому что там библиотека, она ничем не хуже, чем на других платформах, получается. Вот. И да, и у нас, получается, сейчас все, ну, почти все сервисы написаны на .NET Core. Вот. Однако мы тоже рассматриваем еще Scala сервисы, потому что на Scala все-таки у нас есть больше поддержка со стороны всяких ULAB решений, там, как патчфлинг или патчкавка, вот. Как-то так. Еще вопросы? Сейчас, Анатолий. Спасибо за ответ на предыдущий вопрос, теперь стало все понятно. У меня вопрос такого характера, как вы монетизируете свой второй проект, потому что я слышал, что там чисто peer-to-peer, то есть, без посредничества, как вы все-таки зарабатываете? Да, получается, что в случае peer-to-peer аккредитования у нас на протоколе, в котором мы работаем, да, там есть уже за счет комиссия платформе, которая позволяет проводить эти операции, и эта комиссия определяется тоже рыночным способом, ее выбирает тот, кто поставляет заявку на кредит, и по сути, да, то есть, мы там можем, грубо говоря, говорить, что вот мы работаем с комиссией там от одного доллара, вот, и если у нас будут конкуренты, то они могут эту цену как бы уменьшить, вот, и таким образом, личным образом формируется цена на комиссию, и с комиссией мы, собственно, и собираемся зарабатывать деньги. У меня смежный вопрос к предыдущему вопросу про выбор технологий. Насколько сложно, если это можно раскрывать, насколько сложно искать людей, которые имеют дотнет-бэкграунд и готовы работать на блокчейне или уже знают блокчейн, там, ну, то есть, как-то есть люди, которые хотят, но не знают, есть люди, которые знают, не хотят, люди, которые там не хотят и не знают. Ну да, то есть, получается, сейчас мы, как бы, ищем людей именно с бэкграундом по дотнету, вот, и, как бы, еще ищем тех, кому интересна вообще сама технология блокчейна блокчейна, и там, если сказать, философия блокчейна, вот, и ясное дело, что, как бы, ну, в Минске сейчас не так много людей, которые имеют опыт работы с эфириумом, вот, и просто мы их, ну, обучаем по ходу дела, вот, поэтому, ну, да, если бы мы искали, типа, супер, там, умных ребят, которые, там, писали эфириумы, то, как бы, ну, мы их, мы, может быть, найдем, но это, скорее всего, не в Минске будет, вот, поэтому. У нас такой подход, что искать людей с бэкграундом в бэкэнд-разработке и уже их прокачивать в блокчейне. То есть найти людей с опытом блокчейна-разработки сложно? Сложно, да. Можно, но сложно, потому что в Минске у нас тоже есть там разные компании, работающие с блокчейном достаточно давно уже, однако их не так много, вот. Так, скажем. Еще вопросы? Такой вопрос, как я понимаю, к любому… А, извиняюсь. Такой вопрос, как я понимаю, ну, к любому полному клиенту нужно будет обработать все блоки, которые были, ну, в данной транзакции изменены за 12 секунд, да? То есть уходит, что пропускать способность всего протокола будет меньше, чем, условно говоря, скорость SSD-шки на 4K-блоках, умноженная на 12 секунд. Да, это все верно. То есть я вот упоминал, что сейчас скорость эфириума определяется самым слабым компьютером в эфириуме, да? И если, типа, комп не может поработать со скоростью, которая растет в цепочках, то он просто выпадает из цепи. И таким образом, да, то есть сейчас, по сути, скорость эфириума ограничена самым крутым SSD-шкой в мире. Вот, однако, ну, это есть дело, что это очень большая проблема сейчас, да? И это все понимают, поэтому разработчики эфириума, они сейчас работают концепцией, которые, ну, по сути, она называется шардинг, которая похожа на шардинг в базе данных, когда мы имеем там несколько разных цепочек, которые между собой общаются с помощью cross-chain transactions. Вот. То есть, ну, это очень похоже на подход шардинга в базе данных. Спасибо за вопрос. Иван. Пока Иван бежит за микрофоном, я задам вопрос. А что вы будете делать, если кто-то, какой-нибудь производитель железа внезапно возьмет и захватит больше 50% эффективной мощности вашего блокчейна? Это тоже, ну, как бы проблема, она сейчас открытая, на самом деле, да, то есть это возможно вполне. Хоть это практически очень сложно реализовать, сами понимаете. Но эта проблема тоже решается сейчас тем, что эфириум планирует перейти с proof-of-work, когда требуется железо, чтобы майнить блоки, на proof-of-stake, когда требуются деньги, чтобы майнить блоки. Вот. Другой вопрос, насколько будет честным и равномерным разделение эфириума по планете, грубо говоря, да. Но считается, что это уже будет менее, как бы, опасно. Элон Маск купит весь эфириум и будет бегать с вашими транзакциями на Марсе. Да, надо просто сказать, что вся эта штука с блокчейном, она очень экспериментальная сейчас. И создатель эфириума, он, как бы, никогда не говорил, что эфириум, он готов к продакшену сейчас, хотя все люди так считают. И это, кстати, просто большой эксперимент, вот, в который многие люди, как бы, верят, что он улитачно закончится. Да. В последнее время было довольно много новостей о взломах различных бирж, криптовалют, краже множества денег. Что в плане секьюрити делаете вы и как вы защищаетесь от подобных атак? Да, это хороший вопрос. Но надо сказать, что мы, по сути, не владеем деньгами и через нас деньги не проходят. Вот, собственно, на этом и в этом исключается ответ, что мы не храним деньги у себя и там нет никакой пользы хакерам нас взламывать, потому что у нас ничего нет. Собственно, просто мы, получается, все, что мы делаем, это листингуем заявки на кредиты и являемся интерфейсом работы с блокчейном. Вот, вот так вот как-то. Ну, как это, так говорят все, против кого еще не придумали адрес. Ну, возможно, то есть, конечно, там, ну, у нас можно придумать так, что, там, захакать наш сайт и, там, пользователи, которые будут работать с нашим сайтом, там, типа, они будут послать деньги, на самом деле, на адрес какого-нибудь хакера. Ну, да. Ну, да, есть такая проблема, то есть, но такая проблема есть много у кого, то есть, можно на обычном сайте подменить, там, адрес получателя, типа, платежей с карточек, вот. Вот, поэтому, так же, как и на других сайтах, просто, ну, секьюрити обычная, как в обычной компании, вот, айтишной и финтех-компании, вот. Спасибо за доклад, а вопрос такой, а какая вероятность, что когда вы, ну, станете большие, через вас будет миллион транзакций, что вы сами не исчезнете? А, в смысле, сами не исчезнете? Ну, как бы, очень известно, ну, много ситуаций, когда даже владельцы бирж, в том числе, МТГОКС и так далее, просто владельцы говорили всем спасибо. Окей. За денежки. Живемся на Гавайях. Да, ну, опять-таки, то есть, я говорю, что у нас нет никаких денег, собственно, мы не храним деньги, поэтому, если мы убежим, то просто пользователи придут на наших конкурентов, и ничего не произойдет. А если Виталик убежит? Ну, тоже, на самом деле, Виталик, если Виталик Бутерин, который девелопит Бутерин. Но сейчас, как бы, считается, по крайней мере, что даже без Виталик, как бы, есть много людей, которые развивают блокчейн эфириума, и даже если эфириум, как бы, сам загнется, то есть много других альтернатив, вот, и, как бы, поэтому, ну, мы, как бы, в компании верим, что сфера centralized finance, она все-таки будет жить, несмотря на какие-то, там, неполадки в какой-либо одной сети технические, вот. У меня тогда один вопрос, да, он может быть длинный, поэтому, если, ну, если, как бы, коротко ответить нельзя, то можно забить. Участвовал ли ты когда-нибудь в ICO, и есть ли какое-то, ну, как бы, сколько времени занимает подготовить ICO, и что нужно делать? Можно вот какой-то элеватор-пич сделать? Угу. Ты мечтал участвовать как... Ну, как самому делать ICO. Понятно, что заинвестировать в ICO просто. Есть там миллион сервисов, которые тебе с карточки позволят это сделать, а вот если ты хочешь сделать ICO, то, как бы, вот, есть какой-то элеватор-пич, как это сделать? Ну, если ты, именно, если у тебя есть опыт, который ты можешь пошарить. Да, на самом деле, то есть я начинал, как бы, с такого, с такой темы, как, на самом деле, ICO, то есть с Ethereum я знаком с 16-го года, вот, и, как бы, до того, как я начал заниматься этими проектами, и, как, до того, как мы основали компанию Confirmation Labs, да, я, как бы, занимался тем, что делал смарт-контракты, писал смарт-контракты на Ethereum для ICO различных, вот. И, собственно, ну, чтобы сделать ICO, да, на самом деле, ну, наверное, самое, по сути, важное, это написать красивый white paper, иметь там картинки каких-нибудь интересных ребят у себя на сайте и, ну, и в целом, типа, провести хороший маркетинг, да, как ни жалко, да, то есть, по сути, многие ICOшки, которые были в прошлом году и в этом году, там, у них, как бы, нету ничего, кроме маркетинга, вот, и они все равно собирали большие суммы денег, собственно, если, если цель собрать деньги на ICO, то, ну, как ни странно, как ни жалко, там, нам не надо делать хороший продукт, а нужно просто, типа, попиариться, если вкратце, суммализировать всем, там, весь мой опыт, как бы, вот в этом состоит. Ну, что, в общем, vaporware для ICO важнее всего. Да. Ну, что, если нет большего вопроса, давайте поблагодарим Александра за прекрасный доклад. Постюком. Ты будешь на автопати? Возможно. Ну, тогда, возможно, можно у Александра будет какие-то еще вопросы узнать на автопате. А теперь переходим к раздаче слонов. У нас есть две клевых майки от Playtech, и, как я выяснил, они не красные, а черные, поэтому тебе нужно выбрать два вопроса, которые получат клевые черные майки. Ага, ну, в первых, да, хотел бы поговорить с человеком, который, напомнил, про этот Netcore, все-таки у нас тут NetMeetup, да, вот, и у мальчика. Поднимите руку, отлично, подойдите к Дарье, и она, да, подарит вам чудесную майку. Это не ко мне, это на стенд прекрасно. А, можно прямо подходить к стенду Playtech, и вообще шигарно. Второй вопрос. Да, можно и майку получить, и что-нибудь еще там в викторине поучаствовать. И второй вопрос про заговор эфириума, про стейк, про Proof of Work, это вот тому человеку, хоть он не является организатором. Давайте кому-нибудь еще. Я очень жад, но я сегодня уже получил футболочку, спасибо. Вот так вот, double spent не прошел. Можно попросить встать тех, кто задавал вопросы. Можно просто руки поднять, пожалуйста, мне. Поднимите руки, кто задавал вопросы. Да, вот получается, хотел бы поверить человеку, который про эфириум спросил. Эфириум, кто я вас помню, вы спросили, да? Да, вот человек, который во втором ряду от центра сидит. Отлично. И у нас есть еще две клевых майки от .NETBuy. Я думаю, давайте, знаете, вот что сделаем. У нас есть еще другой приз от наших друзей из сообщества разработчиков Go. Они будут проводить конференцию GoWayFest. Это первая конференция, посвященная Гошечке Беларуси. Это ее вторая итерация, первая конференция про Go. И они обещают, что будет очень клево. Советую всем посмотреть агенду и подумать, насколько вам интересно. Говорят, что Go это суперкруто. Я, если честно, сам пока не... Didn't check it out. Но я планирую. Поэтому у вас сейчас есть замечательная возможность выиграть билет на эту конференцию. Александр, выбери вопрос, который, как тебе кажется, автор, которого будет более всех заинтересован в Go. Хорошее задание мне дали, Иван. Наверное, надо еще раз поднять руки, кто задавал вопросы. А я его знаю, это Сергей. Смотрите, сейчас Олангу я вижу по его глазам. Давайте поаплодируем Сергею. Отлично. Ну и у нас еще есть два вопроса, которые получат очень клевые майки от .net.buy. Носите их, рекламируйте митапы, рекламируйте выступления на митапах. А кто еще не получил приз из тех, кто задавал вопросы? Ну, получается, их три. Алекс, ты помнишь вопросы? Да. С помощью вот этих двух ребятам. Отлично. Тогда все. Александр, для тебя тоже ожидает клевая майка .net.buy. Мы уже ее сегодня показывали, поэтому сейчас выносить не будем. Спасибо всем. Спасибо Александру. Спасибо, ребята. Последнее, но как это, но довольно важное. Т.мисла ждет.net.buy, это наша телеграм-группа. Заходите туда, там есть много холиваров, там нужно спросить, как пропащить. Ладно, не буду. Ну, в общем, вы можете узнать, там много интересных деталей про наши технологии. И если вы хотите выступить на митапе, то напишите мне или напишите туда прямо сейчас. И это будет очень круто, потому что мы активно ищем доклады на следующие митапы в октябре, ноябре и декабре. Спасибо, друзья. .net.buy. Увидимся. Анатолий руководит автопати. Да, автопати в Крафтмане. Кто не знает, где Крафтман, ищем меня. Я туда еду. Анатолий руководит автопати.